Ну вот, как я вам обещала, аутфиты для работы из дома удобные, комфортные, в которых вы можете целый день чувствовать себя удобно, не напрягаться и так далее. В принципе, так можно ходить на работу. У нас по пятницам casual day, то есть это значит, что можно одеваться джинсы в какую-то такую casual одежду, не офис, а такую простую одежду. То есть, в принципе, в этом же можно ходить в пятницу на работу, но вот сейчас я работаю в этом всем из дома, чтобы предотвратить превращение себя в абсолютный опущ, который совершенно не в состоянии собрать себя и вытащить себя из спортивных штанов, что очень-очень неблаготворно влияет на мою психику, и поэтому я решила, что я буду одеваться. Очень чешется нос, но нельзя трогать лицо. Вот это самая-самая большая проблема, на самом деле, потому что, когда нельзя трогать лицо, то все время чешется то нос, то глаз, то что-то в районе рта, и, в общем, нам не велели, нам строжайшим образом запретили трогать лицо, и вот почему все время хочется трогать, когда нельзя. Но это, знаете, как всегда, запретный плот, хорошо. Я вам сейчас буду показывать, что я придумала, что я подобрала. Надеюсь, что вам понравится, будет интересно, полезно для кого-то, кто работает из дома. Ну, и также в целях развлечения себя и всех остальных я хочу вам это показать. Все, давайте смотреть. Я, может, по ходу буду немножко комментировать, хотя, в принципе, комментировать нечего. Все понятно. Одежда удобная, комфортная, кежуал, подходящая для любого случая жизни, в том числе и для работы из дома. Смотрим. Ну, вот, собственно, мой первый образ, в котором я и снимала это видео. Ну, очень просто все. Джинсовая юбка и такая, знаете, толстовка тонкая. Она довольно тонкая, с вышивкой, с рисунком. Ну, я как девочка-девочка, у меня даже толстовки с вышивкой, с рисунком. Очень люблю джинсовые юбки. И между джинсовыми юбками и джинсами я всегда выбираю юбку. Ну, просто потому, что я, наверное, очень люблю юбки. Вот следующий образ. Это тоже юбка с толстовкой. Опять же, как я есть девочка-девочка, то толстовка с вышивкой, с аппликацией, цветочки. В общем, вот это вот все. А юбка шерстяная очень удобная, она очень мягкая, нигде не жмет, не давит. К тому же, она еще и на резинке сверху. Вот, смотрите, я подошла поближе. Видите, очень красивые, действительно, такие цветы, аппликация, вышивка. Симпатичная вещь. Вот. Ну, и юбка. Вот, видите, сверху она на резинке, за счет этого очень удобная. Я в основном ношу ее дома. Когда-то я носила ее и на работу, но я немножко поправилась, она как-то так немножко стала меня облегать, не слишком комплементарно в некоторых местах. Я, в общем, перевела ее в домашнее использование. Удобная вещь, в ней тепло, приятно, мягко. В общем, все, что надо для дома. Прекрасное совершенно платье, прекрасного совершенно голубого, такого небесного цвета. Я купила его в магазине «Банан Репаблик». У нас есть такой магазин, оно полушерстяное, полу-кашемир. Очень давно, ну, как очень давно, ну, лет пять, наверное, я его ношу. Достаточно активно, и оно прекрасно сохранилось, нигде не скаталось, нигде не вытянулось. И, в общем, я, на самом деле, дома его, в общем, ношу редко. Я, в основном, ношу его на работу. Иногда надеваю пояс, иногда просто так вот ношу. Оно очень удобное тоже, очень мягкое, приятное к телу. Нигде не жмет, не давит. И, в принципе, как бы это не совсем домашняя одежда. Но я решила, что я могу его носить дома, вот в данной ситуации, потому что оно очень удобное. Ну, вот это совершенно-совершенно домашний такой образ, такой бохо-хиппи, я бы сказала даже. Это такая рубашка, туника, блузон, даже не знаю, как это назвать. Она довольно длинная. В общем, может быть, это могло быть и платьем, но я ношу это как блузон, как рубаху. Она такого, знаете, из такой хлопчатобумажной такой варенки, немножко такой вываренной в некоторых местах, зеленого болотного цвета в полоску. И хлопчатобумажные же брюки, они сверху на резинке, поэтому они очень удобные. Тоже в них как бы совершенно ничего не давит, не жмет. Практически спортивные штаны, только вот сделанные из хлопка. Очень удобный, очень кежуал вариант. В нем можно ходить дома, в нем можно пойти на улицу, в принципе. Как бы для любых целей он подходит. И в том числе, ну вот и в том числе в данной ситуации для работы из дома. Ну и последний образ тоже хлопчатобумажные брюки, белая футболка. Брюки, кстати, тоже на резинке, тоже очень удобные. И джинсовая такая рубашка на кнопках с аппликацией сверху из цветов. И такая на рукавах у нее рванина. Сзади она такая немножко на подоле. Можно говорить про рубашку подол? Не знаю. Ну, в общем, на подоле рубашки. Она такая тоже немножко рваная. Очень тоже удобная вещь. Очень часто меня выручала. Очень часто я ее просто эту рубашку ношу, просто как верхнюю какую-то накидываю, если прохладная, летний вечер. И часто ношу ее с собой, вожу ее с собой в путешествия. В общем, на все случаи жизни и в пир в мир, так сказать, в добрые люди. Вот. Удобная вещь. Я ее очень люблю и часто ее пользуюсь. Ну, вот как-то так. Такие у меня получились образы. Ну, может быть, не идеальные, но во всяком случае, мне в них удобно, мне в них комфортно. Мне не будет стыдно, если у меня будет конференц-кол, и мне надо будет поговорить с моими коллегами, и они увидят, что я не сижу в банном халате или уж совсем в спортивных штанах. Хотя, в принципе, все все понимают, но тем не менее, в общем, как бы я все-таки стараюсь сохранить лицо при вот нынешних обстоятельствах, и как бы нам не страшен серый волк, и мы все победим, и все будет в порядке. И я очень на это надеюсь. И, как правило, моя жизнь показывает мне, что если мы будем верить, что все будет хорошо, то все будет хорошо. Все. Мальчики и девочки, спасибо вам большое за внимание. Я очень рада, что вы посмотрели мое видео. Я очень рада буду, если вам понравилось. Я очень и буду рада, если вы мне оставите комментарий, поставите мне лайк, подпишитесь на мой канал. И всего доброго! Все будет прекрасно и замечательно. Мы победим!